В сегодняшней лекции я хочу поговорить об изобразительном искусстве, и не обо всем изобразительном искусстве Алтая, а именно про авангард. Авангард, конечно, долгие годы был искусством второго сорта. Ну, нельзя сказать, что его совсем гнобили, но в выставочном зале Союза художников всегда давали самый последний и темный зал. Мы живем в 23-м году XXI века, и пришло время систематизировать и поговорить об авангарде XX века. Наверное, многие из вас слышали про русский авангард начала XX века, знают прекрасные, замечательные фамилии, имена художников, которые стали знаменем авангарда в мировой культуре. Это и Малевич, Филонов, Кандинский и многие-многие другие. Слово «черный квадрат» до сих пор является красной тряпкой для многих любителей реализма. Но это искусство внесло огромную лепту в современную культуру, поэтому стоит об этом говорить. Авангард не обошел Алтай. Когда я задумал эту лекцию, то спросил некоторых своих авторитетных коллег помочь мне собрать список имен и фамилий. Получилось около 30 авторов, о которых стоит говорить как о художниках, которые уже вошли в энциклопедию современного искусства Алтая. Да, этой энциклопедии еще нет, но она скоро будет. Дело в том, что галерея Республика Изо давно занимается изданием книг у современных художников. Вот, например, у меня есть две книги. Это книга о художнике Денисе Воробьеве, которого, к сожалению, с нами уже нет. Это был яркий представитель авангарда начала XXI века и конца XX века. И о художнике Николай Иванович Буданове, который тоже был одним из выдающихся авторов в середине 80-х годов в городе Барнауле. Поэтому я думаю, что когда-нибудь появится большая серьезная книга, к ней могут подключиться и серьезные институции, и Государственный художественный музей, и, может быть, Министерство культуры Алтайского края. Думаю, что не оставит эту тему и прекрасный музей истории, литературы, культуры и искусства Алтая, потому что все художники, о которых идет речь в этой лекции, так или иначе были частью культуры Алтая. Конечно, есть несколько методов изучения целого пласта искусства. Можно говорить о людях во времени, начиная с начала XX века и заканчивая его концом. Можно говорить о художниках по какому-то кругу, например, круг художника Рублева или круг художника Исауленко. Я же пошел очень простым способом – алфавитным. И вот сегодня я хотел бы познакомить вас с некоторыми авторами. Список у меня очень простой, доступный и понятный. Я буду его немного комментировать и, надеюсь, какие-то иллюстративные материалы появятся в нашей лекции. Художника, которого больше знают под псевдонимом – Андрон. Выдающийся художник, занимающийся одним из самых необыкновенных видов жанров изобразительного искусства в яркой стилистике панк-культуры. Андрон стал в Барнауле давно известен. Несколько раз мы делали его выставки не только в галерее Республика ИЗО, но и в других пространствах. Его искусством интересовались большие галереи, могу вам это сказать, мирового уровня. Но, к сожалению, из Сибири очень сложно сделать выставку в Лондоне или Нью-Йорке. Андрон сегодня больше известен как художник-модельер. Вообще, в основе его искусства, конечно, декоративная культура. Но начинал он как коллажист. И его коллажи – это удивительное отражение эпохи. Художник-авангарда всегда в первую очередь изобретает свой художественный язык и рефлексирует о происходящем в мире. Так вот, коллекция работ Андрона, которая хранится у меня и в нашей галерее, это как раз отражение эпохи 90-х годов. Андрон – сложный художник. Он резкий, эпатажный, грубый, громкий. Наверное, можно сказать, что Андрон – актуальный художник. Иногда в истории искусства делят современное искусство и актуальное искусство. Так вот, Андрон до сих пор актуальный художник. Самое известное его произведение – это даже не коллажи. Я бы сказал, что это флаги или знамена, которые Андрон шьет и конструирует. Эти знамена можно было увидеть на разных больших и крупных акциях. Так что мой список начинается с Андрона. Ну, а далее, простите, я буду подглядывать, Андрусенко. Интересный, тонкий автор, который живет не в Барнауле. Сегодня он занимается преподаванием изобразительного искусства в районном центре. Это говорит о том, что, наверное, не столь важно, где художник живет. В Москве, в Петербурге, Лондоне, Нью-Йорке, Барнауле или в районном центре Алтайского края. Андрусенко – удивительно тонкий художник, во многом спекулирующий на искусстве наива и примитива, но вносящий туда такую интересную характерность и образность, что, конечно, это художник авангардный. Наверное, это не актуальное искусство. Если мы говорили про Андрона, я говорил, что этот художник на острие всех социальных проблем, то Андрусенко в неком сказочном мире. Его образы – это образы, принятые, характерные для нашего архаического понимания культуры, искусства и прошлого, то есть нашей истории. Но Андрусенко в этом плане, конечно, великолепен. Жаль, что не так часто проходят его выставки в Барнауле, но мы делали выставку в галерее Республика Изо благодаря искусствоведу, который в этой работе мне частично помогал, Александр Рыжов. Люся Базина. С художниками очень часто случаются трагические истории. К сожалению, некоторых авторов, о которых сегодня идет речь, уже нет живых. Так вот, с Люсей Базиной произошла страшная трагедия. Она была жестоко убита несколько лет назад. Я бы сказал, что этот художник из круга как раз Юрия Исауленко – это круг достаточно большой, который начал формироваться в середине 80-х годов и просуществовал до 2000-х. Про Юрия Исауленко, я надеюсь, еще успею рассказать. Так вот, Люся Базина была ярким представителем этого круга, художником, эмоциональным художником, с которой, наверное, можно говорить, началась новая волна алтайского авангарда. В моем списке не только художники, которые живут в Барнауле, но и те авторы, которые уехали из города. Ну вот, например, Биттер. Наверное, в середине 90-х годов этот художник с семьей выехал за границу и прекрасно адаптировался в Европе. Он живет в Берлине. Там достаточно известный автор. Многие его работы находятся в общественных пространствах. И этот художник – один из тех, кто замечательно работает в некой этнической стилистике. Он художник декоративный, долгие годы работал в Колыванском камнерезном заводе, поэтому, наверное, в его работах так много историй. Он любит большие и важные проекты. Так что Андрей Биттер на сегодняшний день художник, который представляет Алтай за границей. Представляет это очень хорошо и интересно. Я знаю, что его работа есть в коллекциях музея и надеюсь, что это имя не выпадет из истории искусства города Барнаула. Ну, поживем, увидим. Я уже говорил о том, что художники очень часто собираются в некоторые группы. И мы к этому еще вернемся. Одна из самых ярких и интересных авторских художественных групп в Барнауле возникла в конце 80-х годов. Она называлась «Тихая мансавда». Нельзя сказать, что в такой группе есть руководитель, но лидер обычно есть. И лидером этой группы был Юрий Сауленко. В эту группу входило несколько ярких художников. Ну, один из них – Александр Боровец. Слава богу, жив и здоров. Работает в городе Барнауле. Это художник, которого в то время называли сюрреалистом. Но я бы не стал определять его в узкие рамки какого-то жанра, потому что его искусство – это рефлексия на современные происходящие события. Правда, сейчас этот художник со временем, наверное, с возрастом, стал смотреть на мир более добрыми глазами. Кстати, работа этого художника была однажды сворована или украдена, правильно сказать. Знаете, не так часто в городе Барнауле воруют произведения искусств. Работу Александра Боровца однажды украли. Так что Александр Боровец, по-моему, занимает достойное место в списке авангардистов города Барнаула. Если мы говорим о конце XX века, то нужно понимать, что к этому времени в Советском Союзе произошла перестройка и многое разрешилось. Дело в том, что сегодня с высоты прожитых лет очень сложно понять, что в Советском Союзе авангард был запрещен. Было несколько всплесков. То есть начало XX века, потом разгром, создание соцреализма, начало 60-х годов, в конец 50-х возникновение новой волны русского авангарда, ее разгром на бульдозерной выставке в Манеже, где первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза кричал бранными словами на художников. И вновь появление авангарда примерно в начале 80-х, к 85-86 году, когда в стране появилось такое явление, как перестройка. Так вот, к тому времени относится как раз появление в Барнауле такой интересной творческой личности, как Николай Иванович Буданов. Я уже показывал книгу о нем, вот она издана. У него было прозвище «Дед», потому что человек был он уже к тому времени пожилой. Так вот, Николай Иванович Буданов – один из любопытнейших художников, работающих в таком наивном стиле. Если я вспоминал в начале художника Андрусенко, у которого есть профессиональное образование, но который выбрал интересную манеру, то Буданов действительно настоящий художник-примитивист. Его работы хранятся тоже в нескольких музеях. Мы подобрались только к букве «Б» и к пятому-шестому художнику в нашем списке. Впереди еще очень много. Оставайтесь с нами, посмотрите вторую часть, я постараюсь ускориться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!